Девушки отдыхают Илья Ябаров ухаживает за Ольгой Рапунцель и даже хочет на ней жениться Вот правда взаимности со стороны девушки он к сожалению не чувствует Оля же в свою очередь жалуется что Илья совсем не балует ее подарками Илья Ябаров ухаживает за Ольгой Рапунцель и даже хочет на ней жениться Да конечно он уже сказал что он не делал А я этого не делала Нет я же говорю мне не устроила постель из-за этого Я же тему все налогно подняла Он говорит я же не пилоточник Не пилоточник до свидания Он говорит либо ты с этим смирись Я говорю мне это очень важно Потому что мой мужчина мне делал Все пальчики целовал снизу до верху Понимаешь Нет это понятно что нормальный мужик знаешь свою девушку Размер вообще не то Маленький? Ну да Какой? Покажи какой Да я хоть порну Ну маленький зай Ну у меня с Коськой который жил три с половиной года там был нормальный А это нафига тебе корнишок Он хоть помылся? Я его заставила Ты помылся зубы почистил Потому что он такой с венем босиком же ходит Потом в кровать лезет с грязными ногами Слушай так он еще не поднялся Я пошла взяла полотенце Слава богу Я захотела Да я его захотела То есть да Мне же наслышело с ним лететь Мне же надо узнать что за мужик постели То есть да Я проверила его этим Ну не оправдал мои ожидания Надежды Вот ну и что Я говорю зубы почистил Нет Не побрился Зубы не почистил Ну знаешь Он не мою щетку там взял Не он не почистил зубы Так и не почистил Нет Помылся да Потому что полотенце Я полотенце взяла Одно на двоих Вот Жесть просто Покажи пожалуйста Тот самый документ На камеру покажи Я хочу это увидеть Вот стой Да гербовая бумага Печать И что написано там Должанская Ольга Зачитываю Давай Сертификат Република Сейшелис С сертификатом Николай Должанский И Ольга Григорьевская Он всегда дружит все Мы Участливая Короче говоря Поздравляю Короче говоря Спасибо В общем Николай и Рапунцель Муж и жена Итак Друзья Вынуждены признать Что это действительно Настоящий документ С подписью С печатью Который Подосверяет Что Оля И Николай Муж и жена Оль Ну если серьезно Я хочу быть только с тобой одной Как мы будем устранять Диану Потому что Лиза Сама с тобой отвалила Как мы будем устранять Диану Я уже это понял Как мы будем Дианку устранять Да Ну в смысле Ну пока Ну куда вы ее Диана Моя подружка Марина Слушай А что же сюда приехало Не лежать в кроватке Просто статично Да Мы же в любом случае будем Прям все Я понимаю Хорошего Понемногу Понимаешь Я не могу там Сразу Это волшебство Мы взамен Мы постепенно Все-таки Три дня знакомы Слушай А Дианта может А Дианта может Да Да Она же не будет приставать Я думаю, что она Ну в смысле Будет приставать Но я не думаю Что она Я буду держаться Не уважаю Не любя В смысле Первую встречу Ну дать Нет, я только твой Я не буду поддаваться Даже если она будет Лезть ко мне в трусы Мы хорошие Слышь, вот да Любовь Что творит И судьба Как ты говорила Мое будет моим Вот твое Оно твое А вот мое На вас смотрим А то один день только Но ты ведь еще Замужняя женщина Зай, я же говорю На днях разведусь Ну здесь Принесу тебе документ Что я вот завтра Может А, завтра у вас Ну чем Слушай, ну и Должанский Вообще не муж Как это, как ты Заниме девушка Так Должанский Тебе не муж Я тебе говорю Это вот так вот Балабол На словах Балабол Понимаешь Вот И поэтому Кто теперь Хэтлайнер здесь На проекте На Севширских островах Не считай Женьки Кузинов Коля Барановский Вам бы себе позволить Да Вот и запечатали Все Ладно Зай, вот есть ванна Если что Вот Мы с дороги Нужно обязательно помыть Ванна Даже если я не мылся Ты меня целуешь Представляешь Когда я помоешь И мы займемся Не брезгую, Котя Не брезгую, правда Блин, вот я тебя люблю Помнишь, как я тебе говорил Что я тебя люблю Блин, я не врал Стихи какие писал Да Мне еще есть для тебя Да И колечко Я не выкину Не обманываешь Не обманываю Я знал, что я бред И у нас с тобой будет все хорошо Поэтому колечко я не выбросил Но у меня всегда с собой Ой, не могу Согласие В красивом укромном месте На берегу океана Начинаем заниматься Тантрическим сексом Ты мне даешь завтра развод При тех условиях Ты мне даешь развод завтра Как ты и обещал Должанская Дай мне сосредоточиться Не надо меня Юридической казуистикой Збивать с панталыка Я собираюсь с тобой Тантрическим сексом заняться И после этого развод Согласен? Да С меня тот час Слетает хмель Как только вижу Рапунцель И тянут весы влезть на ель Когда сидит там Рапунцель Короче на дворе апрель И если в день как сел на мель В башке с утра гуляет хмель Вали ту ель, где Рапунцель И как сфигачится, поверь Твоей устанет Рапунцель Такая цель Такая цель Удобно Рапунцель Рапунцель Значит завтра повторим еще раз Почему ты за меня решил? Да, нет Я что сказала тебе конкретный ответ, Коль Потому что я такой человек Я отвечаю за свои слова Я не могу разбраться словами, как ты Подожди Поэтому я пока в недоумении Ольга Эдуардовна Должанская Товарищ мой, дорогой Что тут понимать? Я задаю простой вопрос Ты ощутила удовольствие от тантрического секса или нет? Да я еще не поняла Первый раз этим занимаюсь Тантрическим сексом Давай так, Рапунцель Если до завтра ты не определишься Получила ты удовольствие или нет Завтра еще раз этот сеанс повторим А послезавтра съездим и разведемся Давайте голосуем Диана Диана, дальше Диана Дальше Карина Кто? Карина Карина, дальше Толя Карина Кто? Карина Карина, дальше Ольга Жемчукова попросила Камила Дальше Алена А ну, кручи, не минуту Дальше Диана Дальше Диана Дальше Диана Дальше Диана Диана Чпизубова Дальше Диана Чипидаймова. Чипезубова. Карина. Дальше. Настя. Карина. Анна Кручинина. Дальше. Диана. Дальше. Диана. Дальше. Анна Кручинина. Мы переходим на острова. Женя. Анна Кручинина. Саша. Лисова. Диана. Настя. Рапунцель. Анна Кручинина. Коля. Кристина Вадимовна Дерябина. Худяков. Глазец. Дальше. Анна, Анна. Кручинина, во. Кручинина, дальше. Женская дружба не бывает. Подруга моей любимой женщины, мой враг, Карина. Итак, большинство голосов против Дианы Чапезубовой. Почему? Я не знаю, может быть, потому что у меня здесь нет отношений, конечно же, на острове. Скорее всего, от этого. И мне реально, ну, кроме как помогать Рапунцель, выбивать из нее какую-то глупость, что-то доносить и объяснять, собственно-то и заняться нечем. Я смотрю из того, что есть на острове. Вот Рапунцель, обращаюсь к тебе. Вот сейчас ты ревешь, сидишь. Вот уходь, Диана, хочешь, уходи вместо нее, раз ты плачешь. Чапезубову и нет иммунитета. Что? Нету? Вот что ты застал? Ой, ты ж подружка. Говорят, что дружбы женские. Нет, да заткнись ты, пожалуйста, Коля, заткнись. Ну так что, Рапунцель, ты уходишь вместо подруги? Косар-300 пусть... Нет. Почему я должна уходить? Я хочу поздравлять на сцене. Я заслуживаю лучшего. Диана, с тебя слово. Я реально, Ксюша, хотела здесь показать, ну, то, как я могу относиться к мужчинам. То, что видите вы здесь во мне, это просто маска, агрессия. Она от чего? От того, что мне некому дарить ласку, мне некому дарить заботу. Коллектив решил вот так вот. Тогда кто-то еще хочет сказать что-то. Я считаю, это будет урок. Во-первых, вы там приехали туда, у вас все условия для отношений. Есть мужчины, стройте отношения. Ты, Должанская, там сидишь. Вышла замуж, удовлетворяя своего мужчину полностью. Гостей, пигалица, продавщица. Ты посмотри, а ты что делаешь? А ты не в виду покажешь, у тебя не будет нормально. Ты там что, вообще попутала? Нельзя пальцы показывать. Я прилечу, если у тебя волосы по это, пообрезаю. Сука, сиди там. Ты не оскорбляешь? Блин, я тебе так же, блин, могу ответить. Понятно, себя в обиду не дам. Кто ты такая, чтоб не оскорблять? Смысл, ты его слазала за Должанского. В чем я тебя оскорбила? Как проститутка лазишь с Барановским. С Худяковым, еще там с кем-то. Слышишь, ты, Должанка, ты даешь, ты брошенка. Серега тут тебя воспользовался. Что теперь делать-то? Поматросил и бросил. Худяков, что ты хочешь сказать? Сюш, смотрите, если Диана хочет остаться, я могу идти вместо нее, потому что у меня не складываются здесь отношения. И сейчас на острове не получилось с Кариной. Вот, и я не думаю, что скоро приедет сюда. Приедет какая-либо девушка, вот, тем более мне нравится одна девушка на поляне, мы с ней общаемся, но насколько я знаю, что она точно приняла решение уйти. Вот, и на остров она точно не поедет. Просто я не понимаю смысла своего нахождения на острове. И если Диана действительно хочет остаться, вот, у нее есть желание, то у меня такого желания нет. Хорошо, все, тогда целуйте ноги Худякову, он уходит с проекта, он сегодня покидает Сейшелы, и, в общем-то, Диана, получается, остается. А Худяков больше не участник нашего проекта. Сейшелы, делайте выводы, следующее голосование будет тоже женское, я предупреждаю. Вот пусть живут, выбрались, пусть живут, пусть свернут отношения, все. Однозначно, миленько, я с тобой согласен. Все, Коль, хочешь, я не знаю же, как тебе, вот, буду тебе тогда какие-то ставить условия. Там, будешь их подпускать, я тебя не поцелую. Вот, понимаешь? Или на свидание с тобой не пойду. Никого не буду подпускать, никого. Потому что будет у нас намази с тобой только вдвоем. Тоже, пусть он шутит, как бы, или ты там сказал, скажи, да я пошутил, что бы я, это, я не позволю, что бы он ложился в постель, куда мне только отношения начались, Оля мне пустила, подпустила к себе, а эти берут, все, портят. Ну, у тебя же праздник, что-то, сама себя не портят. Ну, ты представляешь, они подтягивают, я не хочу. Давай, давай, стаканчик свой. Давай. Не надо расстраиваться, ты че, и что? Расстраивайся, че. Я готовы, есть, вообще, ты внимания врача, так не цели. Все, Коленька, пока не готова целоваться. Не заслужил еще пока, хорошо? Еще тебе надо дракона убить, понимаешь? Что такое, драконь золотой рулону принести. Да это фигня,ức. Давайте, за вас, уburn, наконец-то. С такой женщиной спать. Он ее защищает. Не у него уважения к себе нет. Коля, иди сюда. Ольга Рапунцель готова к серьезным отношениям с Николаем Должанским. И в доказательство этого даже целовалась с ним. Я зависть в то, что у меня все хорошо, а не признайся, что тебе все плохо, что ты никому не нужна, что ты никчемная, понимаешь? Я держу просто слезы, так, знаешь, вот креплюсь. Очень тяжело. Вот сейчас, вот сейчас, ты моя поддержка, Коль, правда. Ну ладно, Коленька. Коля, не хочу еще целоваться. Коленька, мы вчера с тобой общались. Ты меня просил поехать на аромовый завод. Вот, смотрю, у тебя нет настроения совсем. Тут люди злые, нас одолели уже. И я хочу тебя пригласить сегодня поехать на аромовый завод. Ты как на это смотришь? Как ты хотел. Миленько, я на это смотрю, разумеется, положительно. Знаешь, что мне в голову пришло? Зачем нам ждать до прибытия на аромовый завод, когда я могу рот прополоскать свежей водой, очищенной, подготовленной специально для питья, питьевой, и ни запаха, ни вкуса, ни аромата томатного сока не останется. И, соответственно, мы можем поцеловаться сейчас, а на заводе ромовых напитков в третий раз поцелуемся. Ну, давай. Пополощи только хорошо, ладно? И губы, Коль. Просто правда томатный сок из детства не люблю. Такой смешной. Все прополоскал. Прополоскал. Ой. Какой сладкий поцелуй, Коль. Давай еще раз. Все, чувствую это томат. Коля, говори, что не это. Ладно. Входи. Привет, дорогой. Я тебе... Извини, миленькая, я еще не приучился заходить в эту комнату без стука. Ну, что тебе хочу сказать, я это сюрприз тебе устроила. Я тебе обещала свозить себя на завод ромовых напитков, но так как идет дождь, и нам не удалось туда попасть, и я устроила здесь тебе дегустацию ромов. Вот и спробы с моего тела. Скажешь мне, как на вкус? Вид сервировочного стола прекрасен. Я бы сказал, более того, он эротичен. Он изыскан, эстетичен. И я почту за честь испробовать эти замечательные безалкогольные напитки. Миленькая, в их безалкогольности я не сомневаюсь. Ты же не будешь меня спаивать. Ну, так давай приступай же скорее. Так вот, я начинаю, миленькая. А то стуканчиками тяжело. Ты с этого хочешь начать? Да, миленькая, хочу начать с этого. Поскольку он стоит наиболее неустойчиво на твоем миленьком пупочке, чтобы он не пролился раньше времени, я его сейчас хлопну. Ну, давай. Давай скорее закусывай. Посмотри, сколько фруктиков я выложила на своем теле. Миленькая. Для тебя, Коль. Главное, чтобы тебе нравилось. Ты рад? Я рад как столу, так и напиткам. В равной мере. Ну, наконец-то я тебе как-то угодила. Я не уверен, что я должен остановиться на второй рюмке. Мне кажется, что надо до закуски употребить еще и третью. Ну, давай. Смотри, как знаешь. Да, только аккуратненько. Нет, только не пролей, я прошу тебя. Чтобы не пролить, нужно... Да я тебе помогу. Помочь тебе? Помоги, миленькая. Хорошо держишь? Хорошо. Ты уже пьян? Охмелел? Нет, миленькая, это у меня... Руки дрожат, я припотел рядом с твоей красотой. Ну вот, видишь, подарок судьбы тебе какой. Счастлив в браке? Да. Да? Ну, я вижу, ты улыбаешься. А сейчас будешь закусывать, Коль? А, будешь? Где б ты хотел закусить, Коль? Взять. Сорта. Все. Перегар пахнет. Колю. Добрый вечер вам у хату, которая с вас не почата. А что ты здесь делаешь? Наш товар, ваш купец. А ты здесь что забыл? Звать мне романтичен. Тихо, тихо, не подыхай. Коль, что здесь забыл? Нам все порчат постоянно. И в мыслях не было. Миренька, это твой бывший. Я просто проголодался. Я тебе ничего не предлагаю сбрать свое тело. А я у тебя ничего не беру. Ну, не надо брать. Не для тебя это сделано. Ты хочешь, чтобы я сейчас не романтичилась? Николай, есть по 50? Что? Нету ничего. Для тебя ничего нет. Это я готовила для своего любимого мужа. Ты с чем-нибудь пришел или с пустыми руками? Уже все закончено. Нет, так я пришел наоборот. Думал, вы меня не приглашаете в гости, да? Значит, у вас еще много чего должно остаться. У нас все закончилось, кроме закуски. Коль, я пошла. Я не хочу, чтобы он здесь был. Выгоняй. Ну, не хочешь, вставай, миленькая, вставай. Подожди. Сейчас упадет это все. Подожди, надо собраться. Я помогу. Куда ты лезешь? Я тебе дам. Я не позволяю дотратиться до меня, выродок. Полудурок, блин. Господа, я не хотел портить вам на свиданку. Ну, ты считаешь, что не испортил. Я просто хотел прийти. Вот как хорошо мы все успели. Если завтра будет глаз болеть, поеду, короче, я кручу. Я бы на твоем месте в любом случае поехал. Независимо, будет глаз болеть или нет. Хорошо. Здравствуйте, мои крестные детки. Поскольку Оленька провозгласила себя сказочной принцессой, мы можем ее назвать Золушкой. Правда, с размером сорок пятой ноги. Николай, ты, значит, ее сказочный принц? Да. Но поскольку мы живем в сказке, сказка не может быть без волшебства. Ни в коем случае. Товарищ Барановский, я до... Крестная мать. Товарищ Барановский, я восхищен вашими до задницы смешными перформансами. Просто я... Я не знаю, как свое восхищение передать. Вашим артистизмом. Николай, покажи, пожалуйста, свою волшебную палочку, своей принцессе. У меня нет волшебной палочки. Своей Золушки сорок пятого размера ноги. Я не могу... Я не мог... Не трогай бразь меня своими руками. Вырода. Потому что такой женской туфельки не бывает в природе. Простите, пожалуйста. Николай, что будем делать с волшебством в этой сказке? Волшебство закончилось. Почему? Не успев начаться? Возьми, пожалуйста, моего коллеги. Пошли, пошли, пошли. Николай, ну подожди. Я тебя провожу до Лизы. Николай. Которая тебя ждет. Нет, Лиза меня не отправила сюда. Она говорит, моя дорогая тетушка, сходи, пожалуйста, в семью Должанских и принеси немножко волшебства в их семью. Слышь. Николай Степанович, принес, принес, принес. Пойдем. Пойдем. Я уйду, я уйду, но обещаю вернуться. Я вручаю. Если твоя пожилая палочка не работает, я могу тебя оставить. Брати, что время есть своя, есть своя. Я пошутил. Слушай, ему весело вообще, прикинь, да? У меня глаз болит, потому что он сегодня... Ну, весело. Хоть прикалываться, как и в чем не бывало. Миняка, а что ему скучать-то? Ты его... Я вот... Устаю уже тебе объяснять, как он здесь появился. Я для вас жертва. Ну, слушай, вот что ты от меня хочешь. Вот что ты от меня хочешь. Я тебе полтора месяца твердил, что он сюда прилетит, у тебя будут проблемы с ним. Он никуда не денет. Не послушала, не послушала тебя, да, дура? Не послушала. Теперь вот я тут вынуждена твои проблемы сейчас расклебывать в 3 часа ночи. Ну, в смысле мои проблемы, Коль? Мы живем вместе вообще. Потому что ты эти проблемы создал. Ты мой мужчина, я твоя девушка. Ты эти проблемы создал. Я как твой мужчина... Ты сам воспринял меня, принял такую, какая есть. Я как твой мужчина вежливо его проводил. Это раз. Во-вторых, то, что ты меня называешь своим мужчиной, это с натяжкой только можно назвать, потому что, извини, пожалуйста, у нас с тобой, как правильно заметила фея, волшебства до сих пор не было. Ольга Эдуардовна, надо поэму писать. Я вот про Настю Вормон написал стих. Он и успех имеет в социальных сетях. Надо браться за твою личность. Все и в стихотворной форме, как Маяковский писал Владимир Владимирович. Поэтому я так вот оделась, чтобы ты мне вот запомнил такой вот меня прощальный, как сказать, разговор. Ну, походи, чтобы это самое. Походи тут как на подиуме. Я просто на тебя погляжу, чтобы у меня в глазах запечатлело, чтобы потом в рифму ложить, ложить прямо вот как это самое. Как про скурого ложа. Да я встану лучше. Давай. Я, конечно, объелась. Объелась. Да. Мы можем с тобой дружить, ходить в таражерный зал. Вместе за фигурой следить. Тебе надо от животика избавляться. Мне нужно тоже от бедер. Давай, походи. Нет. Ну, не отберу я даже бокал, мне весь графин выдул. Ну, не Коля. Давай, походи, что-нибудь потанцуй. Раз разделась, уже надо что-то это самое показать. В смысле? В художественном смысле. Давай. Ну, когда я свой мужчина буду танцевать, Коль? Я твой мужчина на сегодняшний вечер. Давай потанцуй. Входите. Свободно. Мой штаб открыт для беженцев. Коль, я пришла сказать, что завтра мы сможем поехать и развестись. Стесняюсь спросить, а в связи с чем такая спешка? В смысле? Ты сказал, что ты мне даешь развод. Я не хочу с тобой быть. Ты мне не помогаешь, ты мне не защищаешь. Даже не хочется над друзьями оставаться. Ты меня послал. Как бы сказал, что отвали от меня. Меня для тебя нет. Вот и все. Миленькая, я напомню тебе факты, которые противоречат твоим теперешним утверждениям. Сегодняшние факты. Факты сегодняшнего дня. И вчера, и сегодня днем, когда я выносил вещи, ты меня посылала краем леса. Говорила самые нелицеприятные в мой адрес слова, что я такой, сикой, розетки. Поэтому не надо сейчас мне предъявлять, что типа я тебя куда-то послала, или сказала отвали. Хорошо, не предъявляй. Хорошо, я одна. Я одна за себя. Понимаешь, послала меня ты. Послала меня ты. Нашу семью разрушила ты. Наш брак разрушила ты. Выселила меня из комнаты обратно сюда, в мой штаб ты. Все наши отношения пресекла ты. Я вот до сегодняшнего дня, до середины дня, пока не начал вещи оттаскивать сюда, я был к тебе расположен как к жене, к законной жене, и готов был супружеские обязанности, значит, соблюдать. Я говорю, мы завтра с утра поедем. Хочешь виноградного сока? Я не хочу. Значит, я тебе скажу честно, Должанская, значит, свои мысли на этот счет. Давай так. Если сегодня у нас с тобой повторится то, что было прошлой ночью, а именно взаимопонимание и взаимопроникновение в душевой комнате, то завтра я еду разводиться. И сколько ты будешь вот это тянуть? Я тебе буду каждый день говорить нет, 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 нет. Я поеду одна с этим документом. Должанская, еще один раз мы проведем время в душевое, как провели его в прошлой ночи. Я еще раз говорю. И я даю тебе развод. Я тебя не хочу, у меня с тобой ничего не было и ничего не будет. Свинья. Понятно? Жирная ты свинья. Виноградного сока хочешь? Я еще раз говорю, мы завтра поедем, я по-хорошему тебя спрашиваю. Глотни, у тебя, ты на нервах. Я еще раз говорю, я жду человека или я иду к нему. У меня сердце, в моем сердце он. Я тебя не люблю. Значит, по поводу человека или Владимира и Чилибарова. Я мужчине не извиняю. И никогда не изменял. У меня волшебство было только с ним. Родная, очередная твоя придурь. Ради него готова уйти с проекта. Слова. Понимаешь? До что я готова? Вот когда уйдешь, тогда я поверю. А так болтавня. Я еще раз говорю, я требую развода. Все. О чем разговоры? Мразь. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Сука, сконченная. Мразь, проклятая. Чего? Облила меня виноградным соком, разбила, разбила этот, кувшин, оскорбила всеми словами последними и смоталась обратно в телекомнату. Чего? Слово плохого. Клянусь, присядь. Слово плохого не сказал. Ни единого, ни единого слова плохого не сказал. Выходи. Ну что, я тебя доберу сегодня. вещи твои это, лови там. Сашенька, Саша, закрыл фейкбол, меня все мои вещи туда за борт скидывает. туда за балкон просто все вещи мои. Просто так, скинул мне пиццу в лицо. Я буду тобой издеваться, никто тебе не поможет и все вещи мои скидывает. Тарелки будут об меня еще бить, я тебе дам. Нос мне хотела сломать. Плохими словами называла. Ебаровым угрожала, который отказался. Саша, ты совсем жутся. Саша, я буду жаловаться. Я думаю, что за что-нибудь что-нибудь делать. Посмотри, все мои чистые каждое утро. Сука какая. Бородота. Был бы такой придурок мои вещи выкинул. Я не знаю, что бы сделала. Он хоть потратил, но реально жалко. Ну сколько можно? Мне жаба дает вот реально. Саша, дожди, я тебе честно говорю каждый день просто. Коль, значит так, я пришла собирать вещи, значит так, это уже предел, что вчера было, я не думала, что, ну я уже все кулаком на мужика. Помоги на сток начинуть, а? Вот, это уже не шутки, ты хочешь, можешь ли не давать ни развод, ничего. Твоя отминительная свадьба, вот это, мне уже ничего не интересует. Помоги на сток начинуть. Я даже готова уйти с проекта еще раз говорю. Я с тобой не по-хорошему не хочу общаться, ничего, все, мне уже вот здесь это все сидит, я уже просто устала играть в эту игру, там ваш вот этот вот цирк, вот, значит, и меня прошу вообще не беспокой, ты можешь идти на кассе, выбирать себе девушек, все, что ты хочешь. Еще раз повторюсь, можешь не давать ни развод, ничего, просто говорю, все, меня для тебя нет. Это уже предел. Должанская, послушай меня, пожалуйста, никакого цирка, у нас все по-серьезному, у нас с тобой отношения, у нас с тобой семья, у нас с тобой брак, у нас с тобой была свадьба, и ты по документам Должанская. С Королевства Сейшельские острова, никакой не было, территория Кролевства, Сейшельские острова, это мнительная свадьба, все, хватит, ты не съедешь без моего согласия. Я еще раз говорю, я пришла собрать вещи, и буду жить там, где живу. Вещи лежат там, где положено. Где мне жить, еще ты вещи будешь мне не отдавать, это вещи мои, понятно? Уйди, говорю, не трогай меня. Должанская, ты теперь живешь в штабе у мужа, вещи останутся здесь. Как это отвратительно вообще, как это все, как я вот этого уже устала от всего. Да уйди от меня, не прикасайся ко мне вообще, говорю, ты что такой ничтожный? Сколько можно уже этот цирк устраивать? Коля, блин, угомонись уже! Да угомонись, говорю, я же на свою кровать и уткнись, говорю! Ну это все. Должанская, я тебя люблю. Я сказала, я не Должанская, больной человек, я в клинике нахожусь, понимаешь? Отвали от меня, говорю, уйди, прочь. Я пришла забрать вещи, и все, ты можешь не давать мне, в целости и сохранности, лежат в штабе. С ними ничего не сделалось и не сделается. Они тут в надежном месте, в надежности лежат, в гарантии такой, какая ни одна ячейка хранения ни на одном вокзале тебе такой гарантии не даст, как здесь, где они лежат и хранятся. Коль, ты по рукам выходишь по комнате. Колясь, Колясь, просто знаешь, в чем мы пришли, я тебе скажу. Реально не может уже продолжаться так долго. Коль, просто рано или поздно она тебя когда-нибудь припьет. Уйди, говорю от меня, уйди. Я не знаю, что мне делать. Себе вести. У тебя есть девушка. Все, ты можешь мне кофе носить, пиццу, можешь мне сделать массаж пяток. Ты что так себя ведешь-то, Коль? Что? Ну не надо постельное белье, ну перестань. Почему она такая твердая? А, здесь картонка твоя. Коль, ты что как дурак, вот реально? Лизончик, привет. Будешь к мне в гости приходить? Разве что в гости. Ну жить буду там. Хорошо. Я рад тебе, понимаешь? Тебе он тоже рад. Нормально, что я буду с ним спать. Ну видишь, ты его оскорбила. Оль, ну ты его сама. Ну как я его зараза? Я вчера подошла, ты сказала, что он заразный. Я говорю, зараза укусил, так говорят, это выражение. Я слышал, Лиза слышала. Он на тебя отстал, и ты его цепляешь. Уже разбирайтесь тогда сами. Я к нему вчера подходила, слезно просила, чтобы он тебя простил, чтобы разрешил тебе уже жить одной, и он разрешил все. Да а какой он мне оскорблял? Это в шуточной форме. Это не шуточная форма. Вчера, Оля, мы с тобой договорились. Не кусайся, говорят, заразный. Ты просто пошутил. Мы с тобой договорились другого не оскорблять, не бить, не ругаться. Я уступил тебе квартиру. Говорю, живи же, жди своего пацана. Было? Так я... Было, не оправдывайся. Ну и что? А что сейчас? Было или нет? Ты не слышишь, потому что. Я слышу, не глухаю. Было или нет? Было. Можно у тебя поселить в комнате? Сегодня ты думала, что меня рядышком нет и меня очень сильно оскорбило. Да я видела, ты сзади стоял. Нет, никто не видел. Не видела ты, что я сзади стоял. Не ври. Меня оскорбило. Оскорбило? Даже если видела. Я хорошо, ты его оскорбила. Зачем? Оскорбило? Я тебя не трогал? Коль, если тебя так обидел, это заразный. Я тебя не трогал сегодня? Трогал. Я помогал твой чемодан нести в машину. А мой не помог даже. Вот, я даже ее не помог. Твой помог. Чего ты обманываешь? Я тебе слово пацана даю. Я помог тебе. Я твой фиолетовый чемодан нес в машину. Я знаю, что ты можешь быть нормальной. Какой бы ты ни был, все равно у тебя есть скидка. Я-то могу, но ты не можешь. Коль, ну что ты на девчонку-то наезжаешь? Потому что девчонка оборзела в конец. Мы с тобой вчера побратались, сегодня я мог твой чемодан нести. Ты в ресторане меня оскорбляешь. За глаза или в глаза это не важно, но ты первая начала, ты должна отвечать. Потому что ты постоянно врешь, что ты хочешь быть с пацаном с Должанским, ты его кидаешь. Хочешь быть со мной, меня кидаешь. Говоришь, что не будешь меня оскорблять, оскорбляешь. Я скажу, что я не хочу быть с тобой, с Должанским, с тобой. Посиди, это на улице жарко. Перестань так обращаться ко мне. Все, вопрос закрыт. Хочу сказать, что я вот осталась на улице, где вот мне жить? Я откалкиваюсь от того, что температура... Давайте порассуждаем. Давайте порассуждаем. Температура воздуха 32-33 градуса ночью. Насекомых здесь нет. А если дождь? А дождь, и вот они потрясающие зонтики, шезлонги. А ты не хочешь сам попробовать? Зачем? У меня есть свой дом, я не могу понять. А почему здесь у всех свой? Это все общее. Я так же имею право. Рапунцель, мне нравится, как ты заговорила. Что ж ты там на Виле-то орала, это моя комната, мне Лилисова передала. Я всегда Диана. Подожди, Рапунцель. Рапунцель, я слышал вот этими ушами, что ты орала, что это моя комната, мне там Лилисова подозревает, что это моя комната. Сейчас ты мне сидишь, говоришь, как твоё моё гости общее. Я говорю, приходите все, кто хочет спать, кровать большая. еще раз повторяю, у тебя был конфликт с Должанским, я уступил тебе один раз комнату. Я не собираюсь страдать и отдавать свой, жертвовать своим уютом и комфортом из-за того, что ты там не можешь договориться ни с кем ни о чем. Ну я, вот мы сейчас собрались поговорить. Я говорю, приютите мне кто-то. Мне есть где жить, мне есть где жить. Я понимаю, что здесь каждый сам за себя. Но я девчонка, девушка, помогите, но я одна реально, Женя. У нас был разговор вечером. Был? Я с ним договорилась. Вечером залез на тебя Барановский, я видел, как это происходило, и ты хохотала, хохотала, когда он сидел на тебе. После чего я сделал вывод, что тебе все это нравится. Жень, ну ты чего? Я в разговоре сказал, что если увижу какую-то радость, ты будешь сама лезть и веселиться. Я не сама лезу, он меня насильно, говорю, руки больно, я говорю, отпусти мне больно. Ты хохотала сидела. суть не в этом. Давай решать проблему. Значит, Женя, вот смотри, я говорю, в Барановске там есть диван. Я говорю, можно я здесь? У Должанского тоже есть диван. Дай сказать, Лиза, дай сказать. Лиза, я не буду лезть. Он заразный. Подожди, либо мы дружим, либо мы вообще, то есть расходимся, как море кораблей. В общем, пропузы, чтобы ты понимала, вот тебе пример наглядный, что там наверху не фраера. Ну вы как-то по человечеству. Почему? А что ты вдруг о человечности-то вспомнила, я понять не могу. Почему? Я говорю, Лиза жила в комнате с Кариной. Мы все нашли. А что ты о человечности вспомнила, когда приехала молодая пара, и ты не уступила им комнату, когда они тебя просили? А где твоя человечность была? Рапонцы. Так они пара, пойми, они, понимаешь, по отдельности. О, уже мы пара, мы приехали, пара. Я тебе говорю, они приехали, пара. И где твоя... Где была... Почему пара живет по отдельности, а я должна жить в доме? Почему мы тогда жили по отдельности, он спал на дне? Ты нас заставила жить отдельно. Короче, ты не собираешься уступать? За деньги. Комнату. Но ты за деньги диван или кровать уступишь? Диван. Диван даже за деньги. А ты тоже не собираешься рапутся? Коль, ты вчера говорил на кухне, что ты готов, если что, приютить и должность. И передумываться. Она вчера... Нет, подождите, она вчера отказалась от моего предложения, сказала... И позже... Нет, и позже... Я не сказала нет. И позже она сказала... Вспоминай, я не сказала нет. Она сказала, что втихую за моей спиной сепаратно договорилась с товарищем Барановским, что будет жуть у него. Я не... Почему я с таким предательским, фальширом, с существом должен кровь свой делить? Потому что вот так по-свински ты к нам всем отнеслась, получи распишись. Все сказала? Тогда надо что-то поменять. Ну, это что-то придумать, Саша. Такого отношения. Ну, я вот не знаю, что должна им сделать, я не знаю. Саша, понимаешь, смотри, Саша. Я так понимаю, извиниться мало будет. Саша. Нужно разобраться с каждым, поговорить о отдельности. вот я тебе объясню, да, как адекватному из немногих тут людей, да. Объясню тебе, что вчера я их помирила с Колей. Он уступил ей комнату. Сегодня она сказала, что Коля заразный, понимаешь? Шуточный фоль. Она сказала, укусили человека, она говорит, что он может? Сказать дай ей, Коля. Она сказала, спросили, кто укусил. Коля. А, так он же заразный. Смотрите, чтоб зараза там не пошла дальше. То есть она его цепляет, тем самым она притягивает его опять к себе. Замолчи. И она хочет с ним жить. Она сказала, я не буду жить с Должанским, я хочу жить с Барановским. я хочу жить одна, как мы вчера договорились. Одна ты жить не будешь, потому что ты не в паре. Оля, перестань так себя вести. Замолчи, да, когда она говорила. Ой, когда ты говорила, я сказал, Лизе замолчи. Сейчас она говорит, подожди, заткнись. Я не прибиваю никогда. Я не могу закончиться. Тебя сюда никто и не звал. Ну это нормально вообще. Я обнялась. Я буду жить здесь. Нет. Я решаю. Я выбрала, где мне... Да не надо, Коля, там у меня не надо. Там телефон. Да ты что делаешь? Не трогай вещи мои. Я сказала, извините, я сейчас так же твою сумку выкину. Ты что делаешь, блин, идиот? Не трожь вещи мои. Да что, мне больно. Ты что делаешь, блин? Ну что вы семья трогаете, обижаете? Кому ты нафиг нужна. Это не твоя собственность, понимаешь? Я тоже такого-то хотела здесь. Ты живешь у Барановского. Ты живешь у Барановского. Я хотела жить там одна. Я не хотела именно здесь жить. Иди живи одна. У Барановского. Только не здесь. Я буду здесь жить? Нет. Я буду здесь жить? Нет. Почему нет? Потому что ты не идешь на те условия, которые тебе ставят. Какие условия, если ты меня вообще сейчас посылаешь и меня отпихиваешь от себя? А как с тобой можно заниматься любовью, если ты так ко мне относишься? Не занимайся. Тебя кто заставляет? Тебя объясняют условия, кондиции, как ты можешь здесь временно остановиться. Оральный интим. Вперед. Коля, я не занимаюсь этими вещами. Тогда к Барановскому. Я не умею делать даже это. Как это делать вообще? Никогда в жизни не пробовала. С Барановским пообщайся, он тебе расскажет, объяснит. Я не хочу. Мне ничего с ним не связывает. Он мне не нужен. Ты плохая девушка. Про тебя ходят очень плохие слушатели. Да мало ли что ходят. У тебя очень плохая репутация. У тебя самая плохая репутация на проекте. Хуже твоей репутации нет ни у кого, ни у одного человека. Я думаю, что за всю историю проекта не было еще. Человек с такой плохой репутацией, как у тебя, Рапунцель. Скажи мне, пожалуйста, ты этого и добиваешься? Не в коем случае. Вообще из-за отношения Ольги Рапунцель к проекту моя мама хочет забрать Рапунцель с проекта. Коля! Должанский, я надеюсь, у тебя будет более внятное объяснение, почему вы терроризируете Рапунцель. Ольга Игоревна, начну с того, что я буду рад видеть на Сейшельских островах Рапунцелеву мать, равно как и Рапунцелевой матери. Тещу так на минуточку вообще-то, Николай. Ведь вы муж и жена. Нет. Да, я рад буду видеть тещу и тещину мать. Ольга Рапунцель от меня отреклась, как от мужа. Повела себя недостойно, аморально, безнравственно, просто некрасиво и непорядочно. И сейчас она претендует на мою жилплощадь, которую я не просто занял, а там обустроил штаб Сейшельских островов. Это официальная контора, и она пытается туда заселиться. Я готов ее принять, только при условии, что она будет жить со мной снова в браке, как жена, но уже должны быть полноценные отношения, сколько можно по душевым прятаться нам. Пусть она заселяется, и у нас будет интим, при условии интима полноценного семейных отношений. Я готов ее в штабе у себя содержать. Коль, ну вот уже есть реальное предложение по поводу нахождения в комнате. Как тебе такое предложение? Я претендую, я свободная девушка. Коля с Лизой дом свободный. Коля живет отдельно. Я не хочу с Николаном Дожанским жить. Я поставила точку, говорю, мы расстались. Когда мы с Шарохой приехали, первый день ты сказала, вы будете спать на улице, потому что это моя квартира. Было такое? А вот теперь обраточку превозвращаю тебе. Это моя квартира, ты будешь жить на улице. Или бабки плати. Оль, очень печально действительно, что так ты выстроила отношения в коллективе, что нет ни одного человека, который бы готов был тебя поддержать. Наверное, в первую очередь, нужно спросить себя, да почему так произошло? В школе в какой училась? В смысле в какой? В музыкальной? Ну или школы, что ли, если тебе сказать? В музыкальной или... Начальная школа. Только начальную закончила? Все классы 11. Нет, начальная школа 3 класса только. Ну, я говорю, всю школу закончила. 11 классов. Что? С арифметикой знакомого. С математикой? Я бухгалтер. Ну, ты знаешь, 2 по 5. Нет, не скажу, что... Не ладит у меня почему-то с математикой. Не мое. Тогда я тебе расскажу то, что ты не знаешь. У нас имеется 4 бунгала. На шестерых персон. Шестеро персон, если их разделить по 4 бунгалам, получается по полторы рожи на одно бунгало. Значит, соответственно, когда еще 3 рожи приедут, Бурханов, Настя и мать твоя, то, соответственно, будет 8 человек разделить на 4 бунгала. Не, будет 9 человек. 9 человек разделить на 4 бунгала, это будет по 2 целых... 1... Нет. По 2 целых... Что только считаешь, а? По 2 целых четвертинкой человека на... Самоучка. Точно в школе не учился. Еще у кого... Значит, я тебя позвал сюда не пререкаться с тобой, а предложить компромисс. Незаметно, Коль. Ну вот сейчас заметишь. Ты не хочешь замечать. Ты замечаешь только то, что... Давай рожай скорее уже, а тянешь резину. Рожать ты хочешь. Мне приятно с тобой общаться. Говори. Ближе к делу. Ближе к делу. Это то, что когда прилетит твоя мать, я готов ее подселить к себе в бунгало вместе с тобой. А ты где будешь спать? А что такое? Подожди. Сколько чести. А что у тебя доброта проснулась такая? Ты сейчас и говоришь, что мама... И ты будешь спать на улице, а ведь или сейчас? Я хочу вас пригласить в свой дом. Свою жилье. Нет, я тебе обрисовал. Я тебя обрисовал. Не свое, а... Нет, свое. В общем, нет. Свое, которое я строил. Да твоего здесь ничего нет. Нет, я тебе еще раз говорю. Ты здесь на птичьих правах. Ладно, Рапунцель, не хочешь, значит, ты не будешь подселяться. Тут я же пришел с добром к тебе сюда позвал поговорить. Мы, девушки, будем жить вдвоем. Не будем. Ты нам там вообще зачем нужен? Кто вы такие? Мы хозяева этого острова. Вы выродки, понимаешь? Значит, Рапунцель, я тебя позвал сюда... Я столько зла, стой. Я вот прям от тебя ненавижу. Да мне наплевать сколько в тебя. Я ненавижу за все. Ну и наплевать на тебя. Да мне тоже на тебя наплевать с высокой колокольни. Ну и пошел отсюда. Ты пошел отсюда. Ты меня сюда позвал. Я тебя позвал поговорить по деловому вопросу о том, чтобы добром тебя заселить и к себе в бунгало. Да мама не согласится, я не согласна. Мы не будем с тобой жить. Ну, значит, будете жить без меня. Будете жить на улице. Ты как мужик должен по-мужски Я ничего вам не должен. Я ничего вам не должен. Ну что я могу быть? Ты должен спать. Наши злонки. Не должен. Рапунцель, почему балалайшница должна жить на открытом ее паре? Ты рот свой закрыл мою сторону. Понятно, балалайщица. Ты, блин, уход. Венчик, я знаю, что ты не умеешь целоваться. И не люблю. Но я хочу тебя научить этому. Но не на моих губах, не на мне. Хорошо. А на помидорах? Представь. Это женские губы. Сначала нежно. Смотри. Допустим, просто можно вот так в губке. Ты повторяй. Я буду тебе показывать, ты за мной повторяй. Хорошо? Хорошо. Вот такой есть поцелуй. Подожди пока. Не кусай губку. Это позже. Вот. То есть потом ты можешь прикусить. Ну, откусывай, Венчик. Откусывай. Я не хочу помидор. В себя. Нет, это грубо. Вот видишь, опять. То есть еще нежнее. Смотри. Я не люблю целоваться. Ой, хороший. Ну, ничего, ничего. Первый раз... Сексуальный, сексуальный. Не плюсь. Первый раз и не вздумай действительно плюваться. Плюваться. Да я не буду плюваться. Почувствуй, что ты ее поцеловал и после нее понимаешь, что ты плюешься. Ты расстроена, да? Ну, а как быть не расстроена? Че, я просто так, что ли, вот это вот сейчас разнервничалась? Лиз. Плачу, понимаешь? Белый. У меня все, у меня пропадает настроение, мне просто... Ну, зачем я буду с такими людьми? Давай, Коль, подержи. Оля, защити Олю. Рапунцель, тебе тяжело будет, потому что на проекте, потому что будут вспоминать твои прошлые движки. Коль, кажется, человек с каким-то прошлым. У тебя есть один шанс. Молжанский? Построить отношения с мужчиной, который будет за тобой ухаживать, который будет не реагировать на эти выпады в твой адрес. Будет их игнорирование. То есть ты... Ну, его и не будет. Крис, успокойся. В смысле он? Нет, я говорю, что он на себя намекает. Нет, он не на себя намекает. Нет, Крис, я намекаю именно на себя, потому что не придет сюда такой мужчина, который будет все это принимать. Я не могу. Все эти разговоры, все эти предъявы, они же будут без конца осыпаться. Понимаешь? Значит, возможен единственный вариант для Рапунцель. Это найти мужчину, который ее примет такой, какая она есть, есть с ее прошлым. Я другого такого мужчины, кроме себя, не вижу. Не в настоящий момент. Ой, Коль, не надо вот это вот... Ладно, ладно, хватит мне. Да, я твой последний шаг. Это по правде. Знаешь, что, моя поляня, хоть бы кто заступился? Димка бы заступился с Димой. Значит, никто не заступится. Видишь, что я девчонка одна. Рапунцель, никогда никто не заступится, потому что ты не нужна. Ты никому не нужна, не интересна. Потому что стадное мнение, я считаю. Да ты считаешь так. А я считаю, что я нужна и желанна. Сладина, должашка, я себя в зеркало видела. Хорошо, назови. А ты себя в зеркало видела? У меня все в порядке. У меня все в порядке. Тогда у меня все в порядке. Я расцвети силы, я свои годы хорошо выгляжу. Но у тебя плохая репутация. На доме два не будет никогда мужчины, которые... Я еще раз говорю, у одной у меня плохая репутация. Говорю, вопрос в том, что это почему народ весь на меня закидывает меня камнями. За что? Что бы у меня не было, какая бы я ни была, и не надо так со мной разговаривать, общаться. У тебя самая плохая репутация, потому что единственное, кого подтягивает без конца за твою репутацию, это только ты, и буду дальше это делать. Но это реально так. Только ее подтягивают. Да, только ее подтягивают. Но это правда, правда. Значит, Рапунцель, отношения у тебя могут быть только с Должанским.